Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели. Спасибо, Александр. Продолжаем бизнес-канал на Финам.ФМ. И сейчас время сухого остатка. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшнего эфира «Сколько денег нужно регионам?» Вопрос, конечно, замечательный. Хотел бы еще, может быть, также поставить его. А нужны же вообще деньги регионам? Ответ на него мы сегодня услышим в нашем эфире. Я представлю моих гостей. Сегодня в студии Константин Бабкин, президент Ассоциации «Росагромаш», лидер партии «Дело». Добрый день, Константин. Добрый день. И в студии Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему эфиру. Как всегда, у вас есть возможность дозвониться, задать свой вопрос. Телефон в студии 6510-996, код города 495. И сайт компании финам.фм. Свой вопрос вы можете написать нам на сайте. Ну, либо просто прокомментировать вашу точку зрения. Итак, сколько денег нужно регионам? И в качестве информационного повода я хотел бы огласить следующую фразу. Министерство финансов разработало законопроект, согласно которому губернаторов предлагается увольнять за долги. При этом право увольнять у президента будет тогда, когда долги превысят 10% от суммы доходов бюджета региона. Замечательно. Вашу точку зрения, Константин, с вас начнем. Вашу точку зрения, тем более она опубликована в прессе. Хотелось бы услышать сейчас из первых уст, что называется. Я считаю, что долги копить и федеральному правительству, и региональным правительствам неправильно, что с этой проблемой надо бороться, но не такими методами. Сегодня бюджет построен так, что львиную долю доходов налоговых поступлений забирает себе федеральный бюджет. Из собираемых налогов примерно 27% лишь остается в регионах. Все остальное идет в Москву. И оттуда уже распределяется. Я считаю, что это несправедливо, что в регионах надо оставлять денег раза в два больше, чтобы они решали проблемы, строили дороги, ухаживали за больными, образовательные учреждения поддерживали, культурные. И тогда проблема накопления долгов, она будет менее остро стоять, и жизнь будет лучше. Дай бог. Дмитрий, вашу точку зрения. Я согласен с коллегой, что денег в регионах должно быть больше, потому что деньги должны пропорционально распределяться нагрузке. Если у вас денег мало в регионах, тогда давайте и содержание школ передадим федеральному центру. Пожалуйста, и так можно решать проблему. Другой вопрос, зачем? Можно все из Москвы финансировать вообще. Вы сказали, а вдруг вообще не нужны деньги. Можно и так сделать. Но зачем? Будет постоянное опоздание, потому что у вас будет длинное управляющее плечо, и вы постоянно будете опаздывать, как сайдадон, который все не успевал за врагами. Вот то же самое. Но я бы не стал упрощать эту проблему. Понимаете? Потому что мы сейчас говорим об экономической и социальной стороне, и тут я с коллегой абсолютно согласен. Но если мы говорим об административной и политической стороне, это вопрос гораздо более сложный. Дело в том, что мы ведь вертикальное значение отменили. Да? У нас выбираемые губернаторы. И сегодня налоговая вертикаль, это вертикаль, которая цементирует систему управления. Передав деньги в регионы, у нас есть шанс ослабить эту вертикаль. И здесь нужно четко думать, насколько важнее этот вопрос соотношения. Как известно, талант – это именно способность правильно выстроить соотношения. И вторая, менее значимая, но тоже проблема – не все налоги можно передать. Да? Вот те же поступления от границ, поступления от таможни невозможно передать в регионы технологически. Третий вопрос существующий, он решаемый, но он есть. Это способность регионального государственного аппарата эти налоги собирать. В действительности на Западе, в регионах и муниципалитетах значительная часть налогов там по-другому выстроена. Но дело не в объеме, там главное, чтобы местный налог был самый просто собираемый. Потому что местные сотрудники не обязаны быть гениями финансового рынка. А вот здесь нужно четко посмотреть, что мы можем легко собирать. Потому что заставить муниципалитет собирать какой-то очень сложный налог – это бессмысленно. Это такая игра внешняя, которая внутрь ничего не даст. Но вот по этих трех вопросах таких поставленных, в остальном полностью согласен с коллегой. Ну, Дмитрий, вот вы сказали, главный довод в пользу такого распределения доходов – это укрепление вертикали власти. То есть, другими словами, федеральный чиновник может решать, вот этому региону дам, этому губернатору, этому не дал, этому… Так сейчас, собственно, и происходит, да? Ну да. В большинстве случаев. Система такая волюнтаристская, очень закрытая и, кстати, ну, очень сильно зависит от отношений между разными чиновниками, да? Ну и, собственно, мы видим это вот по цифрам. Ну, допустим, Челябинская область получает из дотации из федерального бюджета 40 миллиардов в год, а, допустим, Астраханская – 10, в 4 раза меньше. Вот что, там губернатор лучше, ну, наверное, вот там у Юрьевича какие-то были свои отношения. Хорошо ли это для вертикали власти, что вот такое разное отношение к регионам, и у нас страна, вот она, получается, накапливаются какие-то межрегиональные проблемы, межнациональные проблемы. Совершенно верно. Но официально это, тем не менее, как-то декларируется. Почему действительно Челябинск получил в 4 раза больше, чем Астрахани? Ну, как раз понятно почему. Я таких не слышал об основании. Потому что дотации определены социальными задачами, да? Вообще, в чем смысл дотации? Мы сейчас говорим о формальной стране. Да. Да, дело? Это уравнение социальных прав граждан. То есть граждане, живущие в бедных регионах, должны иметь право на образование, здравоохранение и домы, ровно столько же, сколько и граждане, живущие в богатых регионах. Это никто не декларировал. Ну, как раз это, по-моему, декларируется. Вот. И поэтому должны быть дотации. Вот логика дотационная, да? Мы сейчас не обсуждаем, правильно она или нет. Она просто есть. Да? И, естественно, регион с большим населением получает больший объем дотации. Нужно здесь что-то менять? Не нужно. Это вопрос для обсуждения. Но своя логика в этом есть. Я тут не согласен с коллегой, что вот просто это волюнтаризм, да? Волюнтаризм можно обсуждать и то еще. По поводу скорости продвижения этих трансфертов. Да? Ведь их можно в начале месяца отправить, а может в конце. А вот по поводу факта, здесь волюнтаризм не так велик. Ты не можешь просто взять и сказать, а, ладно, мы им больше дадим. Вот больше, чем у вас есть население в регионе, не дадите. Не позволят никто. Ну почему? В пересчете на жителя разных республик или областей, там разница в дотациях в десятки раз. Конечно, но в одних регионах есть собственные доходы, да? А в других их нет. Так правильно. Так федеральные дотации, особенно в сельском хозяйстве, вот моя тема близка, федеральные дотации распределяются на условиях софинансирования. Если регион сам вкладывает в развитие сельского хозяйства, то государство, ну, процент определенный докладывает к этим деньгам. То есть, если регион изначально богатый, то государство туда еще больше денег вливает. А социальный как раз пока наоборот. Ну, пока наоборот. Ну, слава богу, что наоборот. Другой вопрос, а я вот не уверен, что вы правы, что это хорошо, потому что это, вот как помнишь, вчера показывали про английских безработных, которые в третьем поколении уже не работают, да? Вот такая система дотации в действительности очень усиливает желание не увеличивать доходы своего региона. Потому что как только ты их увеличишь, у тебя дотации уменьшится. А зачем? В смысле-то в чем? Да? Насколько я понимаю, вот сейчас пример о сельскохозяйстве. Я о социальных, не о сельскохозяйстве. А, это другая история, да? Да. Социальные дотации направлены... Социальные дотации, связанные именно с правом граждан получать некие конституционные права. Да, там, образование, здравоохранение и так далее. Сельское хозяйство, это экономика, это другой аспект. Мы можем поделить, действительно, есть некая социальная составляющая, есть бизнес-составляющая, которая в конечном итоге, да, приводит к тому, что если у тебя регион развивается, то ты имеешь возможность на большее софинансирование. Ну, да, в сельском хозяйстве это работает, да. Хотя там тоже, конечно, нет прямых закономерностей, и там все это очень так зашифровано и очень построено на личных отношениях между федеральными чиновниками и региональными. Но там закономерность такая прослеживается, что если у тебя больше денег в регионе, то ты получишь еще больше. Только развивайся, только развивайся. Ну как, только развивайся. Одним говорят, развивайся, развивайся, а другим говорят, все, ты не развит и не развивайся больше. И не развивайся. Вот это особенно, особенно это работает в центральной полосе России, там Тамбовская область, Смоленская. Кстати, если вернуться все-таки вот к теме, да, с которой мы начали, увольнять губернаторов за долги, и почему-то отправная такая ориентировочная цифра 10%. Откуда она взялась, кстати? Это опять волюнтаризм. Я думаю, что чистая технология, да, вот, ну 10 круглая цифра. Нужно на какой-то цифре остановиться. Ну 10, пусть будет 10, да? Потому что не определив этой цифры, вы тут же смысл вообще всего вот этого документа исчезает, потому что я буду действительно в Москве решать, вот у тебя 2%, но на мой взгляд для твоего региона это много, мы тебе счастливы. Поэтому цифру какую-то надо было назвать, а какую, потому что 30-50 это уже смысл. Смотрите, правильно все-таки говорить о том, что губернатор, вот, в нынешнем его, да, виде, учитывая его полномочия, он ответственен за то, что происходит, ну, за те же самые долги, которые в регионах... Сегодня нет. Нет. То есть, как вот это... Потому что губернаторы же выбирают на срок, да, а долги... Даже назначают, наверное, все-таки, так правильно? Ну, пока назначают, но сейчас-то их всех будут переизбирать. И довольно быстро похоже. Потому как они быстренько переходят. Но это срок. И не он, не губернатор в качестве губернатора берет в долг. В долг берет регион. И если завтра губернатор уходит, это уже не его проблема. Да? Это объективно, это не вопрос личных качеств. Там, плохой губернатор, хороший губернатор. Любой губернатор сегодня, в общем, совершенно... Если он берет на 20 лет, его вообще результат не касается. Ну, конечно. То есть, накапливать долги, перекладывая на регион, ну, это неправильно. С этой проблемой надо бороться. Но единственное, что немного... Зайти с другой стороны. Да. С распределения денег и больше, я повторяю, в два раза оставлять в регионах. Сегодня 27% налогов оставляется. А в Канаде, вот если посмотреть, то там почти 52% налогами распоряжается руководству провинции. Ну, я здесь... И ничего не разваливается в Канаде. Поддержу как раз вас. Я согласен с тем, что одними силовыми методами, да, проблему не решить. Потому что, если денег нет, их нет. Да? Если вы будете их снимать за долги, но поэтому у них в бюджете нет денег, но есть бюджетные обязательства, то они все равно будут брать. Другой вопрос, может, не будут уже давать, потому что знают, что не отдадут. Но это другая история. Ведь я и говорил, что здесь две проблемы. Одна проблема – это некая безответственность. Объективная безответственность, не субъективная. Безответственность губернатора. Да. Объективная, не личностная, а должностная. А вторая проблема – это проблема необходимости решения социальных задач, которые возложены у нас в основном на региональный бюджет. Раньше на местный, сейчас все-таки поняли, что местный бюджет уже не тянет, перевели на региональный. И как хочешь, а школы должны работать, автобусы должны ездить. Снег должен убираться. Ну, это уже в меньшей степени. Да? Ну, хотя бы автобусы ездят. Сейчас существует такое представление, или штамп такой, что вертикаль власти построена на коррупции. Ну, собственно, мы и видим. В данном случае мы говорим не о коррупции, а о каких-то темных отношениях между личностями, таких непрозрачных. Ну, в принципе, это подтверждается. И вот Юрьевич, да, губернатор, его сейчас уволили, правда, но были выборы года два назад в парламент. Ну, или три уже года назад. И был в свете ролик, если вы помните, как раз тот самый Юрьевич говорит, в МИАСе, в моем родном городе, выступает перед там депутатами. Если мало Единая Россия наберет в МИАСе, то МИАС получит меньше дотаций. Поэтому вы давайте, пожалуйста, накрутите тут, постарайтесь, чтобы там 74% у нас было. Вот, это, пожалуйста, пример... Это, подождите, это обращение к избирателям или это какая-то... Нет, это закрытая камера. Закрытое совещание, да, кто-то снял на свой телефон. Именно накрутите. С элитой городской, да, обращение к губернатору. Это очень широко ходило в сети ролик, и сейчас его можно найти. Вот, это пример того, что вот эта вот система работающая, она толкает людей на фальсификации, на коррупцию, не дает оппозиционным партиям продвигаться, значит, с новыми идеями проникать во власть. Это замораживает страну и делает ее неконкурентоспособной, и такой неповоротливой, и такой замшелой. И проблемы в экономике, мы видим, что они, в частности, из-за этой проблемы у нас существуют. Ну, это касается именно дотационного уровня регион-муниципалитет. Вот то, что говорит коллега, да, потому что там такой жесткой системы, как есть на отношениях федерального региона, да, от количества населения, там это, как я понимаю, отсутствует. Но, понимаете, есть вечная проблема. Когда власти у власти много, всегда есть опасность волонтаризма. Когда власти у власти много, мало власти нет. Вот как разрешить эту противоречию? Золотую середину, да? Да, ее очень трудно найти, потому что я согласен с коллегой, что вот такой волонтаризм, он опасен с точки зрения политики. Но, когда совсем нет власти у власти, да, мы же это тоже проходили, это уже было, 90-е годы. Ну, как нет власти? Во-первых, если в два раза оставить денег больше в регионах, все равно половина денег будет у федеральной власти. Это во-первых. Во-вторых, таможенные доходы, да, от экспорта, от импорта. Там, ну, масса рычагов у федерального правительства через силовиков, влияние на регионы, на то, чтобы держать страну, как бы, управляемой, компактной такой, ну, единый. Я не переоценивал роль силовиков в данном случае, потому что они же в регионе живут, да? Как мы с вами знаем, зачастую глава местной милиции, губернатор, вице-губернатор и прочие начальники живут либо в одном доме, либо в одном дачном поселке. Поэтому я со своим соседом всегда договорюсь. Такой глупый интерес. Да. Ну, то есть вы же не утверждаете, что если сделать прозрачную, понятную систему распределения доходов, то страна развалится? Нет, 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 нет. Я же в основном вас поддерживаю, в основном тезисе я поддерживаю. Но мне кажется, что все не так просто. Вот мой месседж, да? Что все гораздо сложнее, что как только мы переходим с политического уровня на управленческий, возникает масса маленьких камешков, на которых можно очень хорошо разбить голову. Вот в чем мой тезис. Тем более, что мы сейчас с вами говорили не о федеральном уровне, а о том уровне, который вы сами подняли, о региональном и местном, да? Я, говоря о слабости власти, имел в виду именно слабость региональной и местной власти, потому что вопрос назначения, например, местной власти региональной властью ведь никогда не ставился, да? Если губернаторов назначали, у нас никогда не назначали глав местного самоуправления. Их всегда выбирали, да? Правда, это не всегда спасало. Именно по тому самому финансовому принципу, потому что у местной власти никогда не было денег. И поэтому он, конечно, свободный и выбранный, только вот надо ехать в тот же Челябинск и требовать денег, если у тебя завод остановился, как в Златорусте, да? Дмитрий, Константин, большое спасибо. Давайте прервемся, делаем паузу на 2-3 минутки, а потом продолжим эфир. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Тема сегодняшнего эфира «Сколько денег нужно регионам?» Ну и в конечном итоге «Как финансировать регион?» Вот об этом мы тоже сегодня говорим. Говорим с моими гостями. Напомню еще раз, в студии «Сухого остатка» Константин Бабкин, президент Ассоциации «Росагромаш», лидер партии «Дело» и Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем. Для вас, уважаемые слушатели, я напомню, телефон студии, телефон прямого эфира 6510996, код города 495, сайт компании «Финам.ФМ». Вы можете к нам присоединиться, позвонив, либо написав. Ну и, на самом деле, как всегда, да, вам тот же самый вопрос я адресую, на ваш взгляд, на ваш взгляд, в нынешней, по крайней мере, действительности. Действительно ли не хватает финансирования регионов? Ну, опять, дифференцирован, наверное, надо говорить, да? Мы это тоже обсуждали. И, собственно, пути выхода вот из этой ситуации, какие видите вы, уважаемые слушатели? Ну, а мы продолжаем наш разговор. И, Константин, если можно, действительно, к путям ближе. Ну, как минимум, смотрите, из вашего выступления, из вашего разговора, да, сейчас 27, ну, в среднем процентов. Вы говорите, надо в половину больше. А почему в половину, не в треть, не на три четверти увеличить это самое финансирование? Ну, в принципе, можно и на... Ну, то есть, здесь опять мы о неком волюнтаризме, поэтому... Ну, о волюнтаризме должен быть в жизни, конечно. То есть, какие-то примерные ориентиры должны существовать. Но, ну, мне кажется, мне кажется так. Вот, я бы попробовал увеличить в два раза. И, причем, смотрите, вы привели пример Канады, да? Там эта цифра как раз в районе 50%. 52, да. То есть, это, в принципе, может быть каким-то, я не знаю, примером, опытом, да? Насколько корректно вообще нам с Канадой сравниваться? Дмитрий. Ну, с Канадой как раз, я думаю, что корректно сравниваться. Тем более, что проблемы-то там между отношением федеральной власти и власти провинции бывали. Да? Но я думаю, что здесь можно найти механизм оценки вот этой цифры. Я не готов ее назвать окончательно. Может, действительно, это будет... Нет, главное, механизм. Механизм очевиден. Он связан с обязательствами регионального бюджета. Вот посмотрите, сколько, какой процент дохода должен быть для того, чтобы выполнять нормально, без напряжения, обязательства бюджета, а они все прописаны в бюджетном кодексе, что возложено на регион, да? Это, в первую очередь, социальные проблемы, да? И вот если у вас связка такая будет, этого достаточно, да? Ну, смотрите, мы же говорили о том, что социальные проблемы, ну, в частности, прежде всего, связанные с численностью населения в том или ином регионе, цифра-то может быть разная. Ну, вот, к сожалению, беда именно в этом, потому что в Дагестане, наверное, будет сильно больше 50%, да? В Самарской области на... А опять же, нужно равенство. Потому что чем Самарская область виновата? Тем, что она богаче живет. Если у вас тот, кто богаче виноват, у вас экономика никогда не разовьется. Это нереально. Но я бы обратил внимание еще на один аспект проблемы, да? Вот почему, ведь предполагать, что наша федеральная власть состоит из одних двоечников, ну, наивно, по-моему, жмей, да? Почему власть поставила вот такую позицию, когда доходов меньше в регионе, да? Не только вопрос дотации. Здесь еще один аспект. Это привлечение денег. Привлечение, в смысле, инвестиции. Да, предполагалось, что это будут инвестиции. А это оказались долги. И мне кажется, что это, к сожалению, естественный процесс. Потому что привлечение инвестиций – процесс сложный. Это делать надо уметь. Я не говорю о том, насколько мало знают о России зарубежные инвесторы, сколько там проблем уже дополнительных к общим. Но есть просто и общие проблемы привлечения инвестиций. Поэтому у нас всю жизнь была монополия внешней торговли. Мы же от нее ушли совсем недавно. У нас просто в регионах нет нужного количества специалистов, которые способны этим привлечением всерьез заниматься. Да? Мне пришлось за границей, участвуя в таких форумах по привлечению инвестиций, я думал, господи, ребят, где же вы глобус-то брали до того, как сюда приехали? Да? А они же честно работают. Они работают как могут. Не стреляйте в пианистов, он играет как умеет. И именно поэтому, когда людям сказали, вы вот должны вот столько, а денег у вас будет меньше, и ждали, что они сейчас побегут инвестиции привлекать, мы получили те самые долги, с которыми теперь боремся. Да? Поэтому есть, нужно увеличивать процент оставляемых денег, согласен с коллегой. Но нужно заниматься подготовкой людей для этой самой инвестиционной программы. Если мы вообще предполагаем, что регионы будут этими инвестициями заниматься, если мы не заберем опять все на федеральный уровень. Но это технически невозможно. Что главным инвестором сегодня для российских регионов является не высший бизнес Запада, да? Какой-нибудь миллионер, который у них там далеко не сам не богатый человек. Он всегда готов. В ту же Челябинскую область один британский миллионер при мне обсуждал вопрос, как он будет вкладывать деньги, да? Но он не относится к топу. И с ним не будет заниматься МИД, он должен заниматься сам регион. А что, кстати, его привлекло? У него какие-то, может быть, родственные связи? Нет, все гораздо проще. У него, вы понимаете, в нынешней экономике, если деньги не работают, они горят. Ну, поскольку инфляция есть везде. У него привлекло то, что больше он никуда вложить не может. Слишком у него денег мало для того, чтобы вкладывать куда-нибудь там в крупную экономику. А надо сохранить для потомков свое состояние, а не оказаться потом где-нибудь на обочине. И таких вот средних бизнесменов, по их мнению, средних, для нас-то миллион фунтов это деньги для региона, да? Вот. Их достаточно много. И они там бегают, они приезжают в Россию, смотрят здесь с открытым ртом, ездят по регионам. Встречался с такими людьми, да? Но с ними надо работать, а этому надо научиться. Согласен. Константин, по поводу инвестиций. И, кстати, я, если позволите, вновь хотел бы напомнить то, о чем вы говорили, возвращаясь к личности, что называется. Мне кажется, что возможность привлечь инвестиции, ну, в таком вот примере, о котором сейчас говорил, это тоже будет связано с личностью губернатора, ну, или с личностью руководителя региона. Ну, в какой-то степени зависит от личности, да. Но это не очень хорошо, это значит, не работают законы. Строить завод, опираясь на отношения с личностью, ну, это рискованно, потому что личность, ну, сколько она, 4 года там будет отправить регионам, да? Неизвестно, сколько там. Да, может быть, полгода еще. А завод это вложение на десятки лет. Поэтому здесь это не тот механизм, который должен там в идеале работать. Должны законы работать, соблюдаться. Ну, а что касается вот проблемы привлечения инвестиций, как вы видите ее? Регионы, регионы должны этим заниматься, помимо того, что они сидят и ждут, когда их продатируют или когда им, значит, выделят необходимые... Регионы обязательно должны этим заниматься, ну, как раз вот законность у себя, значит, обеспечивая. Ну, я же работаю вот на заводе Ростильмаш, мы приобретали заводы там в Канаде, в Америке у нас есть. Вот в Америке нам говорили, что если вы создаете 50 рабочих мест здесь у нас на заводе, то 10 миллионов долларов, вот мы вам даем на 10 лет, под полпроцента годовых. С нашими там 11 процентами, ну, ничтожный, да, процент. Вот, то есть, ну, там регионы этим занимаются, мы и у нас тоже должны этим заниматься. Опять же, если у них будут деньги, да, потому что датировать процентную ставку и нужны деньги, если у региона будут финансы, то он сможет это делать. Вот, а если это все и бежать опять в Москву, там, Москва, там, и без разницы, на 50 рабочих мест там в каком-то регионе, там, это устанешь пыль глотать в этих кабинетах. Вот, поэтому власти больше надо отдавать на места. Вот, и можно, конечно, нужно разработать какие-то критерии, по которым регионы получают дотации из федерального бюджета, потому что, ну, они все равно будут, эти дотации. Ну, в сельском хозяйстве это можно сделать. Вот наша партия, она говорит, что дотации должны получать крестьяне, исходя из единицы, на единицу произведенной продукции. Там, вырастил одну корову, получил, не знаю, там, 50 долларов, там, произвел литр молока, там, 10 рублей и так далее. Это будет понятна и единая такая аграрная политика для всей России, а лучше для таможенного союза. Вот, сейчас это все темно, и поэтому фермеры вкладывают деньги не столько в улучшение работы своих предприятий, они вкладывают деньги в отношения с чиновниками. Вот кто у нас самый успешный аграрий? Это придворные такие агрохолдинги. Они успешны, потому что они вхожи в кабинеты светлые и высокие, получают те самые львиные доли аграрных дотаций. По каким критериям им выдают, а другим не дают, это нам неизвестно. Мы можем только догадываться. Мы только догадываемся. Вот, поэтому вот эта вот непрозрачность, она вредит инвестициям, вот что в сельское хозяйство, что в любую другую отрасль. Ну, непрозрачность всегда вредит инвестициям. Кто будет вкладывать деньги там, где волюнтаризм существует, да? А если завтра отберут? Собственно, свои-то почему не вкладывают? Не потому, что не хотят. Да, у нас прибыльность-то большая. А потому что, а вдруг отберут? Я лучше куда-нибудь на Запад закопаю там. Кажется, что там не отберут. Как минимум, да. Может быть, там возможности будет у меня меньше, да, заработать. Но там надежнее, потому что там Запад. Что касается сельскохозяйственных инвестиций, это вообще песня, потому что по сравнению в отношении там не то, что на человека, да, а даже в абсолютных цифрах сельскохозяйственные дотации у нас это копейки по сравнению, извините, с Эстонией и Латвией. Я уж не говорю о там развитых странах, да? У нас 20 долларов на гектар, так, в среднем дотации, а там в Латвии 200, во Франции 500 евро на гектар, в Швейцарии там 700, в Японии еще больше. То есть, ничтожное. Константин Дмитрий, спасибо. Давайте мы прервемся и послушаем звонок у нас на связи Вадим. Вадим, добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вадим, политаналитик Самара. Ну, я не совсем согласен с вашим гостем, который говорит о том, что местная власть не назначается региональной. Возьмем, например, ту же самую Сызрань в Самарской области. Там, например, председатель комиссии по назначению управляющего был губернатор. Вопрос. Если основные финансирования идут из региона, если председатель комиссии, которая назначает регионального управляющего, является губернатором, кому он будет подчиняться? Местной власти или региональной? И еще один маленький штрих. Значит, что делать, на мой взгляд, в этих конкретных условиях? Сразу хочу сказать, что это чисто такая теоретическая модель. Это разрешить региональной власти заниматься коммерческой деятельностью, но не на своей территории. Это зачем? Если вы хотите, например, какой-то продукт продвинуть на какую-то чужую территорию, ради бога, пожалуйста, на своей запрещено. И больше того, я считаю, что необходимо сделать какие-то материальные стимулы для губернатора. Потому что одно дело показатели и совсем другое дело частная инициатива того же самого губернатора. Спасибо. Спасибо, Вадим. Спасибо. Ну, вот, слушай. Наверное, отвечу, да? Потому что мне это... Я-то не увидел противоречия в наших позициях. Я просто поставил точку раньше, да? Если у вас основное финансирование из региона на местный уровень, кому будет подчиняться глава местного самоуправления? Понятно, кому. Я с этим согласен. Просто коллега путает два понятия. Управляющий назначаемый и избираемый глава муниципалитета. Это не один и тот же человек. Да? Другой вопрос, что как раз губернаторы, чтобы как-то контролировать ситуацию, взяли, придумали двух начальников на местах. Это уже внутренняя игра регионов. Это не федеральная позиция. Давайте по два человека. Выборные назначаем. А что касается стратегических, то пока денег на местах нет, они, конечно, будут обращаться к региону. Это правильно. Что касается идеи поддержки коммерческой инициативы губернаторов, то мне становится страшно. Потому что у них коммерческая инициатива, по-моему, и так все хорошо. Нам бы вот как-нибудь, чтобы они в меньшей степени свои частные интересы выдавали за интересы региона. Вот с этим бы как-нибудь решить. А как превращать региональную работу в деньги, это наш губернатор прекрасно умеет. Умеет, да. Без нас. Константин. Ну, я бы... По поводу коммерческой деятельности. Ну, да. Я вообще вот это не понял. Зачем муниципалитетам заниматься коммерческой деятельностью, тем более за своими пределами. Это не очень понятно. Вот. Ну, единственное, я хотел сказать мысль, что это очень важная проблема распределения доходов между регионом и центром. Но федеральная... Если мы говорим об оживлении экономической жизни в России, то надо менять федеральную политику в целом. Снижать налоги, финансовую политику надо изменять, чтобы кредиты стоили у нас раз в семь подешевле, чем сейчас. Защиту рынка надо от несправедливой конкуренции за рубежа налаживать. Поддержку экспорта. Это все муниципальные власти, они не в состоянии, это не их компетенция, к сожалению. Вот наша партия на выборах в сентябре прошла в городе Южно-Сахалинске, вернее, в Углегорске на Сахалине набрала там 25%. Мы там контролируем в городе парламент, мэр, член нашей партии. Но вот сказать, что он обеспечит взрыв экономический, к сожалению, мы не можем, потому что все упирается в федеральные проблемы, в федеральную политику, которая не дает нам развиваться. Спасибо, Константин. Еще раз прервемся, через две минуты в студии продолжим эфир. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Константин Бабкин, президент Ассоциации Росагромаш, лидер партии Дела и Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем. Мы обсуждаем ситуацию с дотациями регионов. Сколько денег нужно регионам? Вот такой вопрос названия сегодняшнего эфира. Для вас, уважаемые слушатели, я напомню, телефон студии 6510996, код города 495 и сайт компании финам.ФМ. Вы можете присоединиться к нашему эфиру. И еще раз напомню я вопрос, который хотелось бы от вас, прежде всего, услышать. Ответ на него хотелось бы услышать от вас. На ваш взгляд, нужно ли менять дотационную политику в отношении регионов, ну и, собственно, пути выхода из этой нелегкой ситуации. Константин, ну, собственно, продолжите. Ваша позиция, она приятно понятна. Благие намерения, да, ваши в частности, вот вы, премьер Южно-Скалинском привели, да, эти мнения не реализуются только лишь потому, что нет сил на это, да, нет возможности. Нет денег, да, нет возможностей. Федеральная политика не способствует развитию. Поэтому, ну, вот у нас страна не развивается, собственно, по этим причинам. Все непонятно, мутно так это, не построено, не дает воли людям. Ну, хорошо, я так понимаю, что ваша позиция, да, это некая инициатива все-таки, да, этот месседж в адрес федеральных властей. Они что, не слышат этого месседж? До них он не доходит? Или вашей, одной вашей инициативы, вашей партии, в частности, недостаточно? Должны быть какие-то другие, еще более серьезные силы политические или экономические? Как вы думаете? Ну, да, недостаточно, да, к сожалению, да. Ну, у нас федеральная власть, она купается в деньгах, она как раз вот из регионов берет деньги, да, от таможни, от экспорта ресурсов она себе все забирает. И очень мало зависит от того, что реально происходит в регионах. Есть там рабочие места, нет рабочих мест, как сельское хозяйство, развивается или нет. Лишь бы было меньше выступления и меньше шума из регионов и больше денег. И меньше тех самых инициатив, видимо. Да, и все будет комфортно у них. К сожалению, они вот эмансипировались от страны и очень мало от нас зависят. Вот, поэтому нужно движение тут, какая-то политическая активность от людей, от тех же самых руководителей муниципальных образований. Вот, Константин, замечательная фраза. Они мало от нас зависят. А как сделать так, чтобы они зависели? Понимаете, что касается, например, нефтяных денег, они распределяются на три уровня. На федеральный, региональный и местный, но тех регионов, где это нефть добывается. Да? Поэтому, кстати, местное самоуправление где-нибудь в нефтяных и газовых регионах, в федеральной власти столько денег не видно, поскольку у нее затраты больше. Да, делится 33-33-33, воровну. Да? Столько денег, сколько где-нибудь на Ямале, дай бог, федеральная власть. Проблема эмансипации от не нефтяных и не газовых регионов, я согласен, она есть, потому что наше дело труба, это еще Виктор Степанович сказал, Черномаркин, да? Вот, мы на трубе и живем. Хорошо это или плохо? Конечно, плохо. Но я вот согласен здесь, что инициатива любой политической партии для изменения этой ситуации недостаточно. Да? Кстати, и то же самое с процентами по долгам, да? Конечно, федеральная власть может просто указ выписать там процент не выше 8 процентов, да? Но мы знаем, что после этого будет. Будет масса скрытых всяких игр на повышение процента. Здесь что-то нужно менять больше. Самой банковской системы. У нас банковская система такая, что она меньше, чем там за 10 процентов не выживает. Да? Она за пол процента работать не может. Или как вот период кризиса в некоторых странах Запада был отрицательный процент подолна, потому что надо было хоть как-то, да, спасать ситуацию. Наша банка сама по себе не выживает. Она у нас бантазал. Она только при больших затратах и при больших доходах может жить. Да? У нее КПД маленькая. Ну, это от политики Центробанка зависит. Согласен, согласен, согласен. Когда каждый лишний рубль федерального правительства опять выводится за границу, вкладывается в зарубежные там экономики, когда у банков лицензии отнимают, да? Ну, знаете, я боюсь, что если вложить их в наши банки, то просто в зарубежную экономику их будет вкладывать не правительство, а наши банки. Вот в чем беда. Почему? Ну, я думаю, что Центробанк может добиться, чтобы процентная ставка снизилась раза в полтора хотя бы для начала. Ну, административными способами. Вот почему? Об этом и вопрос. Да? Мы можем административными способами иметь проблемы. Но нужно ли это решать административными способами? Финансовая политика. Снизить учетную ставку Центробанка для начала. У нас она там 8%, а в Германии она отрицательная, как вы правильно говорите. И не только в Германии, и более бедных странах. Ну, да. Уважаемые гости, смотрите, у нас осталось немножко времени. И так, тем не менее, вот что касается региональной политики, она нужна в корректировке. Константин, опять цитирую вас сейчас. Так в чем эта корректировка, если можно более детально, Дмитрий? Ну, она нуждается в корректировке, но в осторожной корректировке. То есть, сами направления, которые уважаемый коллега назвал, они правильны. Нужно увеличить экономическую независимость регионов. Нужно увеличить экономические возможности производителей. Экономическое независимое регионы. Это увеличение процентов оставляемых денег. Понятно. Увеличить экономическую независимость производителей. То есть, решить проблему тех же сельскохозяйственных дотаций. Поддержки производства. Потому что мы поддерживаем финансовую систему в основном, а не производство. В России, к сожалению. Это один из наших слабых сторон. Мы вообще больше банки любим, чем заводы. Вот. Вот это все нужно делать, согласен. Но делать это нужно очень осторожно. Потому что, уважаемый коллега, говорю только о положительных сторонах, результатах этих идей. А там будут всякие последствия. А поскольку у нас система, в общем, относительно молодая, еще не устоявшаяся, хрящи в основном, а не кости. Здесь можно сломать шею очень легко. Что Россия скреплена хрящами, а не костями? Тысячу лет уже, сынок. Живется там все уже. За тысячу лет граница столько раз менялась. В России? Да. Она и по Смоленску проходила, и по Уралу. Вот. Ну, я бы так кратко сказал, да. В два раза увеличить объем оставляемых средств в регионах, в муниципалитетах. Это первое. И второе. Разработать и опубликовать прозрачные критерии того, как будут распределяться федеральные дотации. От численности населения, от климатических условий, от количества рабочих мест в промышленности, в сельском хозяйстве и так далее. Чтобы это все знали, и меньше эти отношения зависели от личных отношений. Тогда предприниматели будут смелее вкладываться в развитие, и мэры будут спокойно за свою судьбу и спокойно применять эти деньги, расходовать. Как-то это все будет понятно, законно и прозрачно. Как должно быть в цивилизованной стране. Вот это я предлагаю сделать. Ратуем за прозрачность. По поводу распределения еще раз, да, Дмитрий, ваша позиция распределения дотаций. Я согласен, что необходимо увеличить, я не о дотациях говорю, а о тех деньгах, которые уже есть в регионе, которые отдаются на федеральный уровень. Давайте не гонять их туда и обратно. Давайте обнулим вот этот вот скреп. Мы сначала отдаем, потом возвращаем, и на этом работает целая организация, которая занимается процессом перегонки денег. Давайте уменьшим процесс верчения денег на пустом месте. Это, кстати, разгоняет инфляцию, на мой взгляд. Нужно оставить 50-40% в этом предмет разговора. Но главное понять, в виде каких налогов. Потому что если мы оставляем много, но в виде налогов, которые на уровне региона трудно собрать, то мы не оставляем ничего. То есть надо, например, сам список налогов. Что касается дотации сельскохозяйственных, конечно, надо увеличивать. И надо заниматься прозрачностью. Согласен с коллегой вопрос. А, где взять? Вопрос Б, кому отдать? Пока на эти вопросы окончательного ответа нет. Не только у коллеги, нет вообще. Спасибо огромное. Еще раз я напомню, сегодня в студии сухого остатка Константин Бабкин, президент ассоциации «Росаграммаш», лидер партии «Дело» и Дмитрий Журавлев, директор института региональных проблем. Спасибо, уважаемые гости. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания.